Здравствуйте, меня зовут Ая, сегодня я расскажу вам про мутантов, вкратце скажем. Вот, какие возникают ассоциации со словом мутанты? Черепашки, ниндзя, еще? Люди, да? Ну, как-то так, да, что-то похожее. Вот, и вот, в принципе, ну, как бы, если не брать героев комиксов, да, то вы, в принципе, правы. Мутации — это некие изменения в наших генах, вот. Гены, они отвечают за то, скажем, как мы с вами выглядим, что у нас есть, там, две руки, две ноги, одна голова, вот. И эти мутации, они бывают разные. Мы всегда думаем только про, скажем, героев комиксов обычно, но мы никогда не думаем про такую личность, как Джо Кеннеди. Вот, у него была мутация, которая не совсем полезная, скажем так, то есть это болезнь Ниндисона. У него надпочечники не вырабатывали достаточного количества гормонов, но это дало ему такой очень красивый загар, бронзовый, прямо вот, вот, вот. И это ему помогло в его предвыборной кампании, когда как раз входили в моду цветные телевизоры. Дальше мы никогда не думаем о мутанте, когда говорим об Элизабет Тейлор, хотя у нее тоже была довольно-таки редкая и интересная мутация — это дестихиаз. У нее ресницы росли в два ряда. Вот это, как бы, помогло ей стать иконой Голливуда, в частности. Вот. Гены, они помогают нам, да, вот как мы выглядим, то есть у нас либо есть волосы, нет волос, где они растут, какого они цвета, какого цвета у нас глаза, какого мы роста, да, то есть как бы высокие или низкие. За это все отвечают гены. Гены есть в нас с вами, в ваших котиках, в кактусах на подоконнике, они есть везде. Вот. И где они находятся? Они находятся в клетке, в клеточном ядре, в хромосомах и состоят из четырех оснований — гуанин, гуанин, тимин, цитозин и адени. Это все условно, скажем так, назовем их буквами А, Т, Г и Ц. Вот. И как же происходят сами мутации? Это некие изменения просто, которые вот происходят, когда клетка делится. То есть все помнят вот эту вот двойную спираль ДНК, которая открыта Уотсоном Криком в 1953 году. Вот. Но она двойная, то есть когда она расплетается, потом по принципу комплементарности, так называемому, то есть А к Т, Г к Ц достраиваются еще вот эти вот нуклеотиды, вот эти вот условно назовем их буковками, из которого состоит наш вот этот вот универсальный код генома. И поскольку это молекула, если взять все хромосомы человека, вытянуть в одну линию, то она будет на порядка двух метров. То есть как бы это очень длинная молекула, там порядка трех миллиардов вот этих вот буковок, которые мы назовем. И соответственно там всегда происходят некие мутации. Они могут быть спонтанными, то есть как бы просто случайные мутации, а могут быть индуцированные мутации в случае, когда мы подвергаемся воздействию таких веществ, как мутагены. Они могут быть биологическими, это там вирусы, бактерии могут влиять на нас. Они могут быть физическими, допустим, какие-то излучения, радиации. И они могут быть химическими. Да, вот если вы курите, вы тоже воздействуете на свой организм и увеличиваете количество мутаций, которые у вас есть. Мутации бывают нескольких типов. Геномные мутации. Они часто используются практически, ну как бы в сельском хозяйстве. Практически все культуры, они имеют намного больше наборов хромосом, чем их дикие сородичи. То есть когда клетки нормально не делятся, а увеличивается количество хромосом там на одну, может быть на целый гаплоидный набор. Такие растения, они более выносливые, они как бы лучше приспособлены, дают больше урожая, больше плоды. И этим пользуются в частности селекционеры и активно используют. Дальше. Хромосомные мутации. Хромосомные мутации это когда меняется структура хромосом. То есть они могут перестраиваться, обмениваться участками и так далее. Здесь вот такая интересная картинка, которая, я хочу рассказать о мутации, которая затрагивает нас с вами в принципе всех. Мы знаем, что у наших ближайших родственников, шимпанзе, там орангутангов, у них у всех 48 хромосом, а у нас 46, где мы как бы потеряли что-то, нам не хватает. На самом деле наша вторая хромосома, она по структуре, по набору генов, по всему, она очень схожа с 12 и 13 хромосомами у шимпанзе. Вот. И на концах хромосом есть такие участки, которые называются теломеры, они используют при делении, потому что они укорачиваются, как бы, и это участки, которые не кодируют какую-то информацию. Вот. И у второй хромосомы есть теломеры в середине. Как бы это свидетельствует, одна из свидетельств того, что эти две хромосомы слились, и вот как бы одна из, одно из того, что сделало нас, скажем так, людьми. Генные мутации. Это изменение внутри гена. Я вам рассказывала, что можно вот это вот, то, как кодируется информация, можно отобразить в форме текста. Вот. И если заменить, допустим, слово код на слово кит, ну, как бы, текст поменяется. Ну, как бы, и любые, любые прочие мутации, то есть, там, инверсия, это разворот какого-то участка на 180 градусов, инсерция, вставка чего-нибудь, там, или делеция упущения чего-то. По генам у нас продуцируются, как бы, аминокислоты и, соответственно, белки, из которых мы с вами состоим. Поэтому любые изменения, они, как бы, могут нести глобальный характер, могут влиять на то, как мы с вами выглядим, как мы функционируем, как бы, что мы делаем. Мутации происходят постоянно. Они, их можно условно разделить на полезные, вредные и нейтральные. Вредные, это те, которые, как бы, плохо способствуют нашему размножению вообще жизни, в принципе, это некие заболевания, там, Вольфа, Хиршхорна, Хантингтона, можно список продолжать до очень, практически до бесконечности. Вот. Есть нейтральные мутации. Приблизительно 6 или 10 тысяч лет назад произошла такая мутация, как голубые глаза. То есть, как бы, это было на черном, на побережье Черного моря где-то, вот, и этот ген распространился в популяции. Ну, как бы, он вам в нормальных условиях не дает ни преимуществ, не недостатков, как бы, ну, если только вы не живете во времена Третьего рейха, да, то есть, как бы, в таких условиях она является нейтральной. Вот. Есть условно полезные мутации, как бы, это здесь, не знаю, хорошо ли вам видно, это клеточное аниме. То есть, как бы, клетки, эритроциты, они меняют свою форму. Они не кругленькие, кругленькие, вот, вот, это нормальный, а вот эти серповидно-клеточные аниме, она, они меняют свою форму. В принципе, если у вас два гена этого заболевания, как бы, это приводит к самой болезни. Но если есть только один, он дает вам преимущество, поскольку данная мутация, она распространена в регионах, там, где очень, ну, как бы, там, где малярия есть, и малярийный плазмодий не может просто размножаться в вот этих вот мутантных клетках, поэтому, как бы, это дает вам преимущественно, и поэтому эти мутации сохраняются в популяции. Идем дальше. Есть еще такое, как бы, полезные мутации, как мы их можем видеть. Это эксперимент Гарвардской медицинской школы. Здесь очень большая чашка Петри, вот, и она поделена наносекции, вот, как бы, в которых находится антибиотик. По краям его нету, потом в условных единицах 1, 10, 100 и 1000. Как бы, по краям есть клетки кишечной палочки, которые, как бы, их колонии некоторые там точечно есть, и вот смотрят, как они будут размножаться. Вот, они белым цветом показаны. Вот, видите, они дошли до определенной границы, там, где уже есть антибиотик. И вот здесь вот, вот появляется первый мутант. У него появляется мутация, которая делает его устойчивым к определенному количеству этого антибиотика. И уже от него там дальше идут уже другие мутантные, ну, как бы мутантные линии, тоже параллельно независимо возникающие. И дальше идет, потом опять там, где следующая граница, они опять немножко останавливаются, и надо новые мутации развивать для того, чтобы приспосабливаться к данным условиям. И через 11 дней они дошли до самого, до самой середины. То есть, как бы, эти бактерии, они не просто, как бы, были устойчивы к антибиотику. Они, в принципе, не питались. То есть, как бы, это была их нормальная, нормальная еда. Вот, как бы, это показывает положительный отбор в популяции на, как бы, некие виды мутации. То есть, как бы, мутации, это не всегда плохо, как мы с вами привыкли думать. Вот. Поговорим ближе о полезных мутациях. Тут до этого было затронуто вопрос ВИЧ, СПИД. Как бы, это вот, вот он, сама молекула. Да, ну, как бы, цвета условные, не подумайте, что на самом деле такого цвета. Вот, ну, как бы, красиво, да. И у некоторых людей порядка полупроцента населения, ну, там, чуть меньше, чуть больше, это уже зависит от выборки. Есть мутация, благодаря которой этот вирус не может просто прикрепляться к клеткам. И, соответственно, они являются в некой мере, у них есть иммунитет данного заболевания. Ну, согласитесь, это довольно-таки полезно. Вот. И с помощью этого, как бы, думают, как разработать уже некоторые новые лекарства в борьбе с данным заболеванием. Суммируя, можно сказать вот что. Мутируй, как бы, или умри. То есть, как бы, это один из основных принципов эволюции. Эволюция выбирает лучших. Нету идеальных условий, которые, как бы, условия всегда меняются, поэтому к ним надо всегда приспосабливаться, надо постоянно меняться вместе с ними. И только самые приспособленные, которые до этого мутировали, они, как бы, дадут начало новому поколению. Мы начинали с супергероев. Существуют ли такие люди, как бы, в нашей с вами жизни? Можно ли их встретить? Может быть, мы сами, как бы, можем нести какие-то мутации? Ну, хочу сказать сразу, там, летать, управлять погодой, там, или еще что-нибудь там в таком духе, это, скорее всего, вряд ли, потому что гены кодируют белок. А еще пока не нашли белок, который бы отвечал за левитацию и управление погодой. Если найдут, конечно, это, я думаю, сразу будет, как бы, как минимум, Нобелевская премия. Вот. Но пока этого нету, мы рассмотрим другие мутации, которые, как бы, в принципе, имеют супергерои. Итак, устойчивость. Есть мутация, которая делает ваши кости в 8 раз сильнее. Была открыта случайно, во время аварии, человек, который, как бы, должен, он получил травмы, но ни одного перелома у него не было. Когда сделали рентген, посмотрели все и определили, что у него мутация, причем в том участке, который отвечает, там, другая мутация, приводит к остеопорозу. А эта мутация приводит к утолщенным, упрочненным костям. Вот. И, ну, недостатком этой мутации является то, что будете вы плавать как топорик вниз, потому что, ну, слишком тяжелые кости вы просто невозможны. Поэтому, если вы не можете плавать, задумайтесь, может быть, все дело именно в том, что у вас тоже есть такая мутация. Да. Следующее. Халк. Есть такой белок миостатин, который, он останавливает рост мышц, он их регулирует. И дефектные гены были выявлены еще давно. Вот эта вот корова, которую вы видите, это Belgian Blue. Сразу скажу, это не генная инженерия. Она еще выведена была в 1800 году в методами селекции традиционной. Вот. И вот этот мальчик, который ему там буквально пару месяцев, но уже сразу, уже видно мышцы. Вот. Просто не останавливается рост мышц. Есть плюсы, есть минусы. Сейчас это активно используется в спортивной индустрии. Там есть блокаторы миостатина разрабатываются и так далее. Вот. Как бы, то есть, ну, в принципе, тоже полезная мутация. Poison Ivy, ядовитый плющ. Была устойчива к ядам. В Аргентине есть такая деревня, Сан-Антонио-де-Лас-Кобрас. И там содержание мышьяка в почве, в воде, в десятки раз как бы выше нормы, которая максимума. И люди, которые живут там, они устойчиво, они научились выводить этот мышьяк, как бы, и они спокойно пьют, едят все, что там есть. Ну, если вы туда приедете, то лучше брать воду с собой. Спайдермен. Может ли он существовать в жизни? По поводу спайдермена сказать не могу, но спайдер-коза уже, в принципе, создана. Да, есть, скрестили козу, внедрили, скажем так, в ее геном ген паука, который кодирует белок Dragline Shulk. Ну, как бы, паутина, она вообще очень полезный белок. То есть, она очень прочная, она очень легкая, как бы, используя там в качестве бронежилетов, там, вместо кевлара, или какие-то хирургические нити, очень много разных моментов использования. Но в промышленных масштабах разводить пауков для этого, как бы, довольно-таки проблематично. Поэтому данная коза, ну, козы их уже много, они дают молоко, в котором есть белки, вот именно этого Dragline Shulk, который потом отфильтровывают и уже используют по назначению. И самая, как бы, мутация, вот если бы меня спросили, вот если какую бы мутацию ты хотела себе иметь, я бы сказала, что я бы хотела спать меньше. Ну, как бы, все супергерои, они днем живой работают, ночью спасают вселенную, но когда им спать? Да, то есть, а есть мутация, которая позволяет вам спать не стандартные, там, 8 плюс часов, а 4-5. Вот, как бы, не так много людей, но, тем не менее, не существует, и это очень, как бы, экономит время. Напоследок, хотелось бы сказать, что не стоит бояться мутантов, мутаций. Мутации — это двигатель эволюции. Мы все с вами мутанты, потому что по сравнению с нашими родителями у нас есть порядка 50-60 новых мутаций, которых не было у них. И, как бы, благодаря этому мы эволюционируем, да, там, из той же, из тех же высших приматов, как бы, в человека. И это то, что делает нас такими, какими мы есть. Не факт, что мы такими же и останемся, потому что условия меняются. Возможно, там, для жизни на какой-нибудь другой планете нам нужны будут другие какие-нибудь возможности, и мы будем выглядеть совершенно по-другому. Поэтому все мы мутанты. Спасибо. Дякую за лекцию. Есть соматические мутации. Это мутации, которые возникают у вас в клетках. Да, там, допустим, если вы курите, у вас больше какие-то мутации в клетках легких. Допустим, они не передаются следующим поколениям. Но если мутации есть в половых клетках, соответственно, они уже будут у следующего поколения. То, что, например, та мутация, которая была костью, очень мощная, она передалась? Скорее всего, если она у него, если она у этого человека появилась, как бы, что, скорее всего, является… Ну, эта мутация у него передалась ему, вот, когда он родился, да, то есть, как бы, и у него во всех клетках уже есть эта мутация. Соответственно, скорее всего, если она там доминантная, да, я не знаю, она доминантная или рецессивная, то есть, как бы, она передастся его, как бы, детям. Если она рецессивная, как бы, она просто в скрытом виде тоже может передаться и потом как-нибудь уже, потом проявиться. У меня такое питание. А вот с тих корисных мутаций, чи можливо, что-то синтезовать, ну, типа, повторить штучно? Как бы, этих людей, ну, как бы, их геном считается, что он практически бесценен, да, и компания по производству лекарств, они, как бы, изучают таких людей, для них помочь. Именно есть разные мутации, да, то есть, как бы, не обязательно. Есть люди, которые не чувствуют боль, допустим. Их очень мало, но эти мутации используются для понимания вообще механизма обезболивания, как это происходит, и для производства обезболивающих средств. Вот. Меостатин, как бы, используется в спортивной индустрии. Все эти гены, как бы, они изучаются, да, вот, после секвенирования генома, в частности, и сейчас это очень популярная тема, потому что, когда что-то работает не так, мы можем понять, как оно должно работать, и вообще, какой механизм действия. Почему многие любят вот изучать мутантов? Это не просто потому, что они такие интересные, необычные, а потому что в норме мы не всегда можем определить, как что работает. А когда это не работает или работает немножечко не так, мы можем понять механизм. Вот. Благодаря этому и изучают таких людей, и используют активно и в фармакологии, и уже в генной инженерии, возможно, как бы, немножечко попозже будет сейчас. Только первые-первыхые шаги. То есть, там, фактор свертываемости крови частично, да, есть, путем генной инженерии сделали. Много чего, даже инсулин, который у нас есть, он все равно с помощью генномодифицированных бактерий производится, которые вот его синтезируют. Хорошо, спасибо. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос из области философии, скажем так. Если бы существовала такая технология, ну, типа, мутируй своими руками, там, вошел, там, купил в супермаркете порошок, там, суперкость, там, или супермышца, вот, по твоему мнению, это было бы хорошо или плохо, если бы вот такие мутации были доступны в обыденности? У нас, как бы, каждый, в принципе, сам решает, что ему делать со своим организмом. То есть, нельзя человеку навязывать, если он хочет быть как Халк и такого же цвета, как Халк, но почему ему можно запретить, да, то есть, особенно, если ему уже больше 18, там, да, вот, это вполне возможно, но, как бы, порошки вряд ли возможны в использовании, это, скорее всего, уже довольно-таки сложный процесс будет путем вот генной инженерии, методов генной инженерии. Я думаю, все хорошо подумают, им расскажут, что, к чему это может привести, какие там побочные эффекты могут быть, и уже там человек подпишет бумажку и скажет, да, хочу, вот, хочу быть такого цвета, и все, вот, никак. По комментарию о порошках, я понял, у тебя зачатки технологий уже есть. Спасибо. Да, существует. Возможно, вам известно, вот эти вот люди, которые имеют эту резистентность, они же, ну, должны жениться, правильно, у них должны появляться дети. Возможно ли посредством вот этих вот передач, чтобы у остальных людей, у их детей и у детей их детей также была эта резистентность? Это положительная мутация, которая, скорее всего, может как бы развиться в популяции. Это довольно-таки длительный процесс. Вот эта мутация, она не прям так вот на 100% помогает от ВИЧ. Зависит от того, во-первых, сколько мутантных генов есть в организме, но это можно использовать и в лечении. Допустим, был случай, если я не ошибаюсь, в Германии, у одного пациента ему дважды не повезло, у него к 25 годам был ВИЧ, и потом еще через 9 лет лимфома, его умный врач, он решил убить двух зайцев одним, вот одним махом, да, ему пересадили, подобрали донора специального, у которого был бы вот именно мутация в данном гене, и он вылечился от обоих заболеваний, как бы ему это помогло, поэтому я думаю, что в дальнейшем это будут использовать чаще. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...